Братья и сестры, в случае, который я хочу рассказать, он произошел более 30 лет тому назад, тогда, когда мы жили еще на Дальнем Востоке. Каждую осень, когда уже созревали ягоды, обычно все люди, кто имеет транспорт, все могли двигаться куда-то, уезжать в лес, в горы, для того, чтобы собирать бруснику. Я помню, такой случай был, когда мы поехали, собрались, а также уже после работы вечером, еще было светло, собирать ягоду. И оставили уже там далеко от города машину, и разошлись по горам, по лесу, для того, чтобы собирать. И каждый как бы, ну, знали, что нужно ориентироваться почему-то, для того, чтобы не потерять машину, где мы остановились. Я помню, уже прошло время, и солнце уже зашло, но еще было светло, и папы нету. В чем дело? Мы знаем, что, ну, взрослый человек уже и знает, и в детстве был в лесу, и в тайге жил, но нету его. Мы кричали, и все, и понимали, что потерялся. Значит, ушел, потерял направление, куда-то ушел. Через три часа, даже, может быть, больше, мы встретились снова, но уже было темно. И он рассказал, говорит, я ориентировался, как бы, ну, по каким-то приметам. Да, ну, знаете, когда с полянки на полянку, ягоды там, ягод набрался, уже тяжело и много, и не хочется бросать это, но понял, что потерялся, заблудился в лесу. То есть в горах все одинаково, солнца нету, никакого ориентира. И благо, что услышал мотоцикл где-то ехал, и вышел на какую-то дорогу, по которой раньше возили лес, лес вырубали, лес возили, и этот мотоциклист его привез за несколько километров на основную дорогу, где мы и встретились. То есть очень легко, оказывается, в лесу потеряться, когда не знаешь и не можешь ориентироваться по местности. Мое желание сегодня остановить наше внимание на одном интересном месте священного писания и поговорить коротко, просто пригласить потом к молитве на место священного писания, которое записано во второй книге Царств, 18 главе. Это было событие, когда Авесолом воцарился, объявил себя царем, и когда нанесли до Давида это, то есть произошла война. Произошли люди, которые были на стороне Авесолома, и с Давидом произошла война, и была битва, и написано, я буду коротко, что люди побежали, Израиль побежал, и их преследовали, и погибает Авесолом, сын Давида. И там есть такое место, 18 стих во второй книге Царства, 17 глава, вернее, 8 стих, написаны такие слова. Сражение распространялось по всей той стране, и лес погубил народа больше, чем сколько истребил меч в тот день. Лес погубил народа больше, чем сколько истребил меч. Мы понимаем, что лес – это прекрасное место, место, где мы можем и собирать грибы, и место, где мы собираем и ягоды. И я думаю, что многие из нас, и, может быть, большинство, были в лесу, и кто-то ходит туда охотиться, и, может, кто-то идет отдыхать, потому что это прекрасное место для отдыха. Однако, немало опасностей хранит в себе лес, и мы это знаем. Не все, что растет в лесу, полезно для пищи, правильно? Потому что мы можем найти идентичные ягоды, которые похожи на те, которые съедобные, но они ядовитые. Мы можем набрать грибов, которые также ядовитые, которые принесут нам вред. Там же мы знаем, что находятся и всякие насекомые, которые могут быть ядовитыми, пауки, змеи и дикие животные. И все это может быть угрожать нам для нашей жизни. Но, знаете, сколько людей погибло в зарослях леса от незнания местности? Особенно, если старшее поколение знают из истории во время, военное время, тогда, когда люди перебирались в какие-то места, поболочистые места в лесу, укрываясь. И, не зная местности, люди погибали. Погибали в лесу, которого не знают, как в нем ориентироваться. Знаете, мы сегодня живем, мы живем в лесу различного рода философии, различного рода понятий, различного рода мнений. То есть, все, что окружает нас, я бы сказал сегодня, что это лес, тот, который окружает нас, в котором мы живем, в котором мы находимся. Но, нужно сказать, что одни, может быть, и полезны, но другие могут быть и ядовитыми и опасными для жизни. Смотрите, что пишет апостол Павел Колоссянам во 2 главе 8 стихе. Он предупреждает народ Божий и говорит, «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу». Знаете, в лесу вот этих суждений, мнений, может быть, преданий, ласкательств, или как это можно еще назвать, обольщений, легко попасть в сеть дьявольскую. И об этом нас предупреждает Слово. Апостол Павел Тимофею говорил, один из таких моментов, может быть, не совсем к месту, но он говорит и предупреждает Тимофея, 1 послание к Тимофею, 6 глава, 9 стих, 6-9. «А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу». Знаете, для того, чтобы правильно ориентироваться вот в этом лесу жизни, в котором мы находимся, для этого нужно знание, знание мира, знание этого леса, в котором мы живем. То есть знать эту окружающую среду и все, что находится в ней. Потому что не все, абсолютно не все, что приятно для глаз, полезно. И мы это знаем, что не все, что приятно для глаз, это полезно. Потому что Слово Божие нам говорит. В Бытие мы читаем 3 главу, 6 стих. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделено, потому что дает знания, и взяла плодов его, и ела, и дала также мужу своему, и он ел». И следующий стих говорит. «Открылись глаза их, и увидели они, что они наги». И апостол Иоанн в 1 послании, 2 глава, 16 стих говорит. «Ибо все, что в мире, есть похоть плоти, похоть отчей, гордость житейская, не есть от Отца, но от мира всего». Поэтому такие знания, которые ведут человека в погибель, они могут погубить жизнь, жизнь, могут погубить. Апостол Павел пишет, что нам не безызвестны умыслы дьявола, нам не безызвестны они, потому что дьявол, он ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Потому что дьявол, он расставляет, как охотник сети, для того, чтобы уловить души, для того, чтобы поймать их в свои владения. И поэтому в этом мире, в этом лесу так много вот этих болотистых трясин, в которые попадают и попали многие, мы говорим, люди, и погибли, и даже христиане. Сегодня мы можем найти тех, которые попали в это болото и не могут из него выбраться. Это связано с алкоголем, это связано с похотью плоти, это связано с азартными играми. Когда человек настолько попал туда, ему практически невозможно выйти без Бога, невозможно. Вот в этих трясинах этого леса человек погибает. И поэтому Слово Божие нам сегодня предупреждает и говорит, чтобы каждый бодрствовал, потому что лес погубил народа больше, чем меч. А что нам нужно? Что нам нужно для того, чтобы не попасть в это, чтобы не оказаться в этой трясине, в этом болоте, чтобы не заблудиться в этом лесу, вот в этих философии, знаний, понятий, пониманий, как нам оказаться, чтобы чистыми и непорочными для того, чтобы жизнь наша была в Боге. А для этого нужно знание Писания и знание воли Божьей. И Иоанн в 1-м послании во 2-й главе, 17-м стихе, говорит такие слова. «И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». И апостол Павел, как бы дополняя эту же мысль, к римлянам пишет в 12-й глава, 2-й стих. В римлянам 12-й глава, 2-й стих. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья благая, угодная и совершенная». Знаете, эти главные ориентиры при разрешении всех жизненно важных вопросов. Вот это главные ориентиры – знать Писание и знать волю Божью, как поступать. Потому что истина Господня, она обеспечит успех во всех наших делах. Истина Господня, она даст нам успех во всех наших делах. Бог сказал когда-то Иисусу Навину, тогда, когда Моисей уже умер, и Он говорит, его призвал и сказал, Иисус Навин, «Моисея нету, раба моего, теперь ты должен перевести народ мой через Иордан». И Он ему дает такое повеление. Иисус Навина, 1 глава, 8 стих. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнить все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих, и будешь поступать благоразумно». Знаете, слушая совета Божия, оно всегда спасешь себя и тех, кто окружает тебя, тех, кто слушает тебя. Сам будешь знать и научишь других. И знаете, тогда нам будет возможность отличить ядовитые грибы, вот эти прекрасные, красивые поганки от седобных грибов, от того, что принесет нам пользу и то, что нам даст успех и плод. Знаете, знание Слова Божия и знание воли Божией не даст нам обольститься вот этим хамелеоном, не оказаться в болоте, в котором многие погрязли. Потому что, Слово Божия говорит, ибо многие стали жертвою, не зная Писания. Поэтому дал бы нам Господь, размышляя об этом, живя в этом лесу, в котором мы находимся, а не оказаться в этом болоте. И поэтому блуждающие в зарослях человеческих мудрствований, они всегда окажутся в этом болоте, в этом лесу, и они потеряются. Только истина Божия сделает нас свободны от всего этого. Да сохранит нас Господь, и да благословит Он нас. И пусть имя Его прославится во всем. Аминь. Помолимся.